Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем изучать мнение иностранных болельщиков о нашем российском футболе и сосредоточимся на Краснодаре. Недавно быки узнали своего будущего соперника по квалификации Лиги Чемпионов. Этим соперником стал греческий футбольный клуб Паук. Ну и разумеется, на фоне всего этого мне стало интересно, а что же думают славные эллины? Что же думают греческие болельщики о будущем противостоянии с русской командой? Давайте это узнаем. Я зашел в Facebook, Twitter и собрал самые интересные комментарии на данную тему. Ну и сейчас зачитаю вам перевод для нашего общего ознакомления. Поехали! Футбольный легион. Идеальное хобби для настоящих мужчин. Виртуальный футбольный мир. Здесь все по-взрослому. Вы управляете своим футбольным клубом и участвуете в соревнованиях с другими людьми. Все как в реальной жизни. Тренировки, игры, трансферы, национальные чемпионаты, интеркубки, чемпионаты мира. В расписании пару матчей в неделю. А кому мало, для того онлайн-турниры каждый час. А вдобавок живый форум и сообщество любителей футбола для общения. Ссылка в описании. Ну и давайте начнем с тех комментариев, которые греки написали до матча с Бенфикой, когда они воспринимали Краснодар как потенциального соперника в следующем раунде. До победы над португальцами. Итак, Квистас Циунис. В прошлом сезоне Олимпиакос выбил Краснодар, причем без шансов для русской команды. Думаю, и мы тоже справимся, если сможем пройти Бенфику. Ну что ж, вот такое оптимистическое мнение. Ильяс Софатисус написал, в очередной раз у нас ужасная жеребьевка. Мы могли бы по отдельности одолеть и Бенфику, и Краснодар, но обыграть эти клубы один за другим просто нереально. Ну что ж, хочется верить, что так оно и окажется, что они не смогут обыграть вот один за другим и Бенфику, и Краснодар. По Найотиску Луэрис написал, было бы красиво, если бы мы выбили Бенфику, а потом и Краснодар, ведь именно эта команда не пустила в Лигу Чемпионов наших грузей из ЦСКА. Ну, ЦСКА, ПАОК и, насколько я помню, Партизан, они являются братскими клубами, поэтому здесь есть определенные тесные взаимоотношения между болельщиками. Кириакос Сокурис написал, если пройдем Бенфику, то можно считать, что мы уже в групповой стадии. Краснодар – слабая команда по меркам Лиги Чемпионов, к тому же у них очень много травмированных игроков, которые не успеют восстановиться к матчу против нас. Ну что ж, а вот здесь вот оптимизма дальше некуда, конечно, набралось у этого фаната. Йоанна Мошапалу. Нам не везет с жеребьевкой, словно кто-то специально не пускает нашу команду в Лигу Чемпионов. Нам дают двух соперников, каждый из которых богаче нас в десятки раз. Мы же без денег и должны рассчитывать лишь на чудо. Макис Георгио написал, нет никакого смысла обсуждать Краснодар, мы просто не сможем пройти Бенфику, а если и пройдем, то это будет подвиг, который невозможно повторить дважды. А потому Краснодар нас выбьет уже в следующем раунде. Ну, интересные комментарии, получается, не верили даже в победу над Бенфикой, а вот, пожалуйста, это случилось. Возможно, сейчас у этого фаната мнение и поменялось. Ну, а после победы над Бенфикой, окрыленные успехом греки, уже писали следующее. Александр Мавасисис написал, после того, как мы прошли Бенфику, Краснодар уже не кажется таким сложным соперником. Бенфика – команда, переполненная звездами, но мы их прошли. У Краснодара нет такого сильного состава, как у португальской команды. И они выиграли лишь один матч из пяти последних в чемпионате России. Ну что, Шубыков сейчас действительно неудачная серия, и в каком-то смысле сейчас Краснодар подходит к лиго-чемпионскому противостоянию не в лучшей форме. Василий Сдросос. В прошлый раз, когда мы играли с этим клубом, мы сыграли 0-0 дома и проиграли на выезде. Боюсь, что сейчас результат будет еще хуже. Краснодар с тех пор заметно окреп и подписал множество звездных игроков. Ну действительно, Паок и Краснодар уже встречались, по-моему, в групповой стадии Лиги Европы, и там сильнее оказались именно быки в результате. Тесос Цили. Олимпиакос выбил их год назад, а мы чем хуже. На что Юанис Халкидис написал. Наверное, тем, что у нас состав в два раза дешевле, чем у Олимпиакоса и Краснодара. Нужно смотреть на вещи реалистично. То, что мы прошли Бенфику, это уже огромный успех. Пройти еще и Краснодар, это уже что-то нереальное. Томас Атанасину написал. Если мы покажем такую же надежную игру в обороне, как с Бенфикой, то остановим Краснодар. Их нападающий Берг неплох. Он был очень неплох в Панатинайкосе. И он досаждал Паоку и много раз ему забивал. Но сейчас ему уже 34 года, и наша оборона должна с ним справиться. Ну, Берг действительно когда-то выступал в Греции, поэтому здесь его хорошо знают. Павлас Маниос. Мы смогли пройти Бенфику в рамках одного матча. В одной игре возможно все что угодно. А вот в двухраундовом противостоянии у нас будет куда меньше шансов. А потому с Краснодаром у нас не будет возможности пройти дальше, как это было с Бенфикой. Никос Критос. С Краснодаром будет очень тяжело. Команда покупает себе футболистов сборной Франции и Голландии за десятки миллионов евро. У них очень сильный состав, который превосходит нас во всех линиях. Ну, то есть игрок сборной Франции это Кобыла, очевидно. А игрок сборной Голландии это Девильена. На что Мелли Гросс за графу написал. И что дальше? Бенфика покупала футболистов сборной Бразилии за еще большие деньги. Но в итоге ничего против нас не показало. Ну что ж, вот таково вот мнение греков. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.